всем доброго дня ребят сегодня актуальная статья про которую меня попросили на моем строительном блоге сегодня будем настраивать вот этот вот терморегулятор терморегулятор китайский носит аббревиатуру е 51.716 иногда можно видеть на коробочке надпись менред то есть менред е 51.716 минус этих терморегуляторов в том что к ним не идет инструкция по эксплуатации настроить его простом бывать или очень сложно приходится искать на каких-то скажем так левых сайтах именно как его настроить сегодня расскажу вам полную настройку этого терморегулятора причем она не такая уж сложная как кажется на первый взгляд так ну что давайте начнем в общем у этого терморегулятора всего скажем так две основных настройки это вот ручное включение когда вы просто его включаете давайте так вот включим так вот он включается вот и просто вручную настраивать его то есть вот с этой стороны у нас температура которая задается с этой стороны температура которая сейчас есть у теплого пола то есть если мы добавляем эту температуру все видите он включается появляется значок нагрева и таким образом этот терморегулятор включается здесь как бы ничего сложного в этом нет то есть многие скажем так 90 процентов пользуются именно этой функцией да если вы убавляете температуру то соответственно терморегулятор выключается видно значок обогрева сейчас то есть здесь как видно ничего сложного терморегулятор у многих так и работает но этот терморегулятор намного сложнее то есть его можно программировать на дни недели на часы и на различную температуру то есть можно настроить так что он будет включаться определенную температуру выключаться и когда вы будете приходить домой он будет нужен по заданной температуре по заданному цифру работать и так давайте перейдем скажем так точечный точечные настройки итак ребят прежде чем настраивать дни недели и температуру я предлагаю вам настроить у этого терморегулятора часы и дни недели именно по этим часам и дням неделям он будет у нас включаться и выключаться делается это легко зажимаем две клавиши книжечку и клавишу вверх одновременно держим в течение пяти секунд так вот настраивается у нас таким образом часы так давайте настроить часы сейчас 13 52 значит настраиваем 13 переключается часы часы минуты книжечкой убирается соответственно вверх-вниз 13 52 ну давайте теперь дни недели выставим вот начинает моргать дни недели сегодня у нас четверг соответственно четвертый день можно там 5 6 6 7 это уже выходные 1 2 3 4 5 6 7 так вот у нас четвертый день недели поэтому выбираем 13 52 после всех настроек нажимаем книжечку все часы у нас начали работать вот видно видите четвертый день недели пока эти настройки не смотрим 13 52 все нормально у нас работает сейчас я хочу дождаться меняется на значение даты или не знаю то есть значение времени или не меняется чтобы посмотреть ну ладно в общем время да вот меняется видите 13 53 четвертый день недели то есть у нас получается что часы идут все хорошо так настраиваются часы у этого терморегулятора вот их нужно обязательно настроить иначе у вас не будут срабатывать режимы по времени там включение выключение и так далее то есть это настраиваемых первую очередь итак ребят давайте теперь перейдем непосредственно к настройке температуры и временному циклу также ничего сложного зажимаем клавишу книжечка держим в течение пяти секунд все перешли к настройкам здесь настроек порядка шести штук первое это настроечка когда мы встали то есть утром проснулись и нам нужно выставить после ночи температуру теплого пола сначала выставляется часы и минуты допустим проснулись мы давайте сколько мы просыпаемся ну в семь тридцать допустим да здесь что неудобно здесь только вот этими двумя клавишами время выбираются книжечкой мы выбираем другие режимы то есть время выбирается только клавишами то есть в семь тридцать мы проснулись теперь нам надо выставить для семи тридцати для утра температуру нажимаем клавишу вот у нас температура но я не люблю чтобы у меня пол на кухне был жаркий ну давайте выставим двадцать три с половиной градуса семи тридцати то есть вот у меня пол он будет нагреваться до двадцати трех с половиной градусов идем далее теперь вот видите загорелся значок уходим из дома уходим из дома ну допустим мы в семь тридцать стали ну пускай уходим в девять часов ну все для всех по разному кто-то уже в девять на работе должен быть вот давайте вот так вот девять часов уходим девяти часов ставим температуру ну в двадцать градусов можете ставить ниже тогда терморегулятор будет выключаться девятнадцати если поставите соответственно он выключится и не будет расходовать электроэнергию я поставлю двадцать градусов даже двадцать один давайте двадцать пусть экономит скажем так электроэнергию после мы вернулись домой на обед то есть значок обеда скажем так вот вернулись домой на обед видите ставят в одиннадцать тридцать ну давайте поставим на обед двенадцать ноль ноль двенадцать ноль ноль у нас температура должна быть двадцать три градуса как я уже говорил что не люблю чтобы слишком горячий так двадцать три градуса уходим с обеда допустим в час и опять переводим теплый пол в двадцать градусов то есть у нас отключается и держит двадцать градусов все мы ушли с обеда на работу далее приходим мы домой приходим домой ну семнадцать ноль ноль это конечно загнуто давайте поставим где-нибудь часиков семь допустим вот даже семь десять пускай будет так вот ну и здесь соответственно вставляем двадцать три градуса то есть мы пришли домой температура пола у нас двадцать три градуса ну и последняя ночь то есть мы ложимся спать допустим в двенадцать часов температура у нас на ночь пускай будет двадцать два градуса пускай будет так двадцать два градуса все мы запрограммировали полностью наш терморегулятор он будет поддерживать так с первого по пятый день то есть это работает рабочие дни недели далее нажимаем книжечку идут настройки шестого седьмого дня то есть это выходные подъем написано здесь значит восемь ноль ноль ну давайте поставим девять часов ну или там давайте поставим девять тридцать все любят поспать здесь у нас двадцать три градуса далее выключение ну это уже ночь наступает у нас также мы ставим двадцать четыре ну ноль ноль двадцать четыре часа здесь ставим двадцать градусов двадцать один давайте поставим это шестой седьмой день то есть суббота воскресенье он будет программироваться именно таким вот образом то есть в девять тридцать двадцать три ночью двадцать один может ставить хоть пятнадцать то есть кому не надо там ночью обогревать вот можете вообще добавлять и это скажем так будет экономия электроэнергии очень большая все после этого нажимаем книжечку нажимаем книжечку все у нас запрограммировано все нормально теперь можно перейти к настройкам уже непосредственно скажем так глубоким настройкам у этого терморегулятора есть настройки термодатчиков здесь их два то есть один который реагирует на воздух второй который у меня заложен в стене он реагирует непосредственно на саму плитку то есть он находится там под плиткой вот ну вот давайте посмотрим чтобы не быть скажем так голословным ну смотрите у нас время значит четырнадцать ноль пять то есть как бы я должен быть сейчас на работе держится двадцать градусов у нас четырнадцать ноль пять двадцать градусов то есть видите значит показывает якобы я должен уйти уже на работу ну что вот как бы такая вот не сложная настройка теперь переходим к более глубоким настройкам так ребята заключительный этап сейчас мы будем заниматься скажем так углубленной настройкой этого термодатчика сразу хочу сказать без необходимой надобности туда не лезть то есть эти настройки действительно углубленные там калибровка датчиков и так далее бывали случаи когда датчик неправильно был откалиброван и он реально просто сгорал однако здесь есть очень одна важная функция с которой все таки нужно подружиться скажем так ну что давайте перейдем подключаем датчик и зажимаем две клавиши книжку и включение все перешли углубленные настройки это говорит что цифра к 1 говорит что это первая настройка это как раз и есть калибровка температуры датчика с помощью кнопок плюс и минус ну то есть это вот эти вот вверх вниз здесь они плюс и минус нам нужно откалибровать датчик но я еще раз говорю без необходимой надобности сюда не лезьте ну не трогайте эти настройки скажем так дальше второе здесь сенсоры то есть видите сен написано здесь есть несколько режимов есть датчик пола есть датчик воздуха вот out это датчик пола это то есть датчик пола у меня настроен можно выбрать all то есть это и этот датчик и этот он будет среднюю температуру вставлять можно in только этот датчик но это кому как нужно его кстати терморегулятор можно использовать еще и для многих других целей например для не теплого пола для пленочного пола тогда вам нужен будет воздушный датчик у меня стоит out потому что мне нужно именно для плиточного теплого пола дальше это так называемое ограничение температуры то есть можно выставить максимальную температуру ну вот у меня 35 градусов в принципе нормально для плитки это вообще баня ну вот можно выставить вообще там давайте 33 выставим вот едем дальше четвертое четвертое это шаг регулировки температуры смысл какой если выставляет например пол нагревать нагреваться до 23 градусов он нагревается до 24 градусов как раз вот этот шаг в один градус и затем отключается так же когда он остывает он с 23 опускается с 22 и только тогда включается именно вот здесь вот можно выставить полтора там даже два градуса то есть это шаг скажем так четвертое то есть пятая система у нас видите выключена это так называемая система замерзания то есть анти замерзания точнее у кого-то такие терморегуляторы стоят на дачах и если эта система будет включена так вот он то терморегулятор не даст теплому полу остыть меньше 5 градусов тепла то есть он всегда будет поддерживать температуру автоматически до 5 градусов тепла то есть такая как бы удобная функция ну я думаю для квартиры она не особо актуальна шестая функция у нас здесь описывается дни недели то есть видите сейчас по умолчанию стоит пять дней недели но вы можете включить еще и шестой седьмой то есть у всех выходные по-разному происходит вот видите шестой седьмой можем включить можем вообще выключить ну у меня стоит пятидневка то есть пятидневной рабочей недели и два выходных дальше седьмая функция здесь она у нас недоступна не будем заострять внимание восьмая функция тоже у нас недоступна девятая функция это установка максимальной температуры здесь вообще можно до девяносто градусов вдохнать но почему стоит пятьдесят просто многие пленочные системы разогреваются ну до пятидесяти градусов и дальше у них уже может идти деформация поэтому вы можете автоматически задать как бы пятьдесят градусов чтобы не перегреть саму систему такая как бы нужная функция так ну и последнее это сброс к заводским настройкам то есть если нажать книжечку и нажать вот эту вот кнопочку появится здесь три клавиши то есть книжечка кнопочка нажали появится три ну такие три черточки и все сбросится к заводским настройкам мне сейчас это не нужно но вы все поняли я так думаю всего настроек десять это углубленные настройки терморегулятор реально вам понадобится только вот вторая настройка где вы будете выбирать сенсор сенсор с калибровкой с первой настройкой будьте осторожны с этой вот настройкой вот иначе можете просто спалить как сам терморегулятор так и теплый пол вместе с датчиком вот такая вот глубокая настройка давайте включим так все я вам рассказал ребят это все настройки у этого терморегулятора думаю было вам полезно в заключение хочется сказать о защите от детей то есть очень нужная функция особенно для тех родителей у которых дети такие как бы непоследливые включается это все вот этими двумя кнопочками зажимаем держим в течение 5 секунд видите появляется у нас замок то есть запрограммировали и уже ваш терморегулятор никто не собьет то есть видите он не работает ну кнопки точнее они активные разблокировать терморегулятор можно точно так же нажимаем ну все разблокировался вот такие вот настроечки нашего терморегулятора так что ребят пользуйтесь подписывайтесь на наш канал надеюсь я вам помог на этом все читайте наш строительный блок с 2 1 2 2 3 2 4 10 9 10 15